МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь, на стыке Западного Буга и Муховца, без малого тысячу лет назад родился город. В 1390 году Берести первым из белорусских городов получил право на самоуправление. Уже в 1441 году официально признан одним из главных городов Великого княжества Литовского. Самые большие взносы в Великокняжескую казну поступали из Берестия. Современный Брест – западные ворота Республики Беларусь и одновременно административный, индустриальный, транспортный и культурный центр. Выгодность геополитического положения Бреста определяет близость к границам Европейского Союза, Украины и пересечения здесь крупных транспортных магистралей. Брестский железнодорожный узел – один из крупнейших в Центральной Европе. Он полностью обеспечивает транзит стран СНГ со странами Западной Европы на Московском, Брянском и Санкт-Петербургском направлениях. Это железнодорожный вокзал Бреста, построенный в 1886 году, отреставрированный и реконструированный. Сегодня он отвечает самым высоким современным международным стандартам. Ежедневно от его платформ отходят 20 пригородных и более 70 поездов дальнего следования. А это автовокзал. Через Брест проходит и крупнейшая в Европе автомагистраль «Берлин-Варшава-Москва». Самые масштабные в республике пограничные переходы «Варшавский мост» и «Козловичи» также находятся здесь. Для удобства обслуживания большегрузных автомобилей созданы три таможенных терминала. Доставить грузы к Черному морю через Днепробукский канал поможет речной порт Бреста. Воздушный вариант доставки грузов и пассажиров предлагает аэропорт «Брест». Для него нет плохой погоды, потому что он всепогодный. Сориентироваться и найти верный путь в многообразии транспортных потоков помогут логистические центры «Брест-Белтамож-Сервис» и совместное общество с ограниченной ответственностью «Брест-Внештранс». Ведущее место в структуре промышленного производства занимают пищевая и машиностроительная отрасли. Продукция многих из них широко известна и востребована потребителями разных стран. Совместное предприятие «Брест-Газоаппарат». Высокотехнологичное производство газовой и электрической кухонной техники. Более 80% продукции экспортируется. Открытое акционерное общество «Брестский электроламповый завод». Один из крупнейших производителей в СНГ осветительных приборов. Совместное белорусско-германское предприятие «Санта-Бремор». Один из европейских лидеров по производству продуктов питания. Собственная логистическая и автоворозничная сеть с представительствами в странах России и Украины. Открытое акционерное общество «Савушкин продукт». Крупнейшее предприятие Беларуси по производству натуральных молочных продуктов и соков. Продукция компании поставляется в Казахстан, Россию, Украину, Узбекистан, Азербайджан и Орданию, Объединенные Арабские Эмираты, а также страны Евросоюза. Альтернатива – это предприятие по отработке и внедрению вентиляционного, кондиционирующего и энергосберегающего оборудования для предприятий пищевой, перерабатывающей фармацевтической отрасли и промышленности, а также для административных и общественных зданий. Свободная экономическая зона «Брест» – это рыбопереработка, производство мясных изделий, деревообработка, машиностроение и многие другие отрасли производства. Спрос рождает предложение. Родичная торговля «Сеть Бреста» динамично развивается. К услугам горожан и гостей города – гипермаркеты, крупные торговые центры, магазины шаговой доступности, рынки и торговые ряды. Число торговых объектов растет вместе с покупательской способностью населения. На протяжении ряда лет по объему товарооборота на одного жителя «Брест» уступает лишь столице республики. Существенное влияние на этот фактор оказывает приграничное положение города, что привлекает сюда крупных инвесторов. Сегодня «Брест» – это 220 тысяч работающих горожан. По коэффициенту рождаемости «Брест» на протяжении ряда лет бесспорный лидер среди областных центров Беларуси. Подготовкой квалифицированных кадров для различных отраслей народно-хозяйственного комплекса занимаются два университета, четыре учреждения среднеспециального образования и восемь – профессионально-технического. «Брест» – государственный университет имени Пушкина. Крупнейшее учебное заведение Брестской области. Здесь готовят специалистов по девяти профилям, в числе которых экономика и организация производства, экологические науки, техника и технологии, физическая культура, туризм и гостеприимство, общественное питание, бытовое обслуживание. «Брест» – государственный технический университет. Здесь готовят высококвалифицированные кадры для сферы строительства, архитектуры, электроники, машиностроения, экономики и экологии. Технический университет известен далеко за пределами области и страны своими научно-техническими инновациями, многие из которых успешно внедрены в производство. «Брестская архитектурная школа» – общепризнанный республиканский авторитет в области проектирования. Кстати, проектируют здесь много, потому что много строя. Строительные услуги в «Бресте» оказывают свыше ста крупных организаций. Строительный трест номер восемь – одна из них. Открытое акционерное общество «Строительный трест номер восемь» – лидер республиканской строительной отрасли, победитель международных конкурсов в области качества. Как следствие, растет объем экспорта строительных услуг, оказываемых предприятием зарубежным заказчикам. В целом, сфера услуг в «Бресте» широка и многопрофильна. Транспортные, бытовые, медицинские, спортивные, туристические. Картинговый стадион, дворец водных видов спорта, ледовая арена, легкоатлетический манеж, универсальный спортивный комплекс «Виктория», центр Олимпийского резерва «Погребли». Эти и другие спортивные объекты дают возможность проведения здесь тренировок и международных соревнований любого уровня, а также всегда открыты для приверженцев здорового образа жизни. Скрининговые исследования организма с помощью высокоточного диагностического оборудования, квалифицированные консультации и медицинские услуги предлагают многочисленные учреждения здравоохранения «Бреста». Музеи, картинные галереи, исторические комплексы рассказывают об истории города и страны. Городской парк отдыха «Бреста» признан одним из лучших в СНГ. С каждым днем растет туристическая привлекательность «Бреста». Как следствие, увеличивается потребность в гостиничных площадях. Свободные земельные участки под их строительство ждут своих инвесторов. Мемориал памяти защитников Брестской крепости. Место, куда ежедневно приезжают сотни туристов со всей планеты. Музыка По завершении реализации международного проекта по развитию территорий важнейшего исторического объекта страны Число гостей по расчетам составит не менее 2 миллионов в год. Составленный мастер-план предлагает программу создания сети новых публичных пространств на базе архитектурно-исторического наследия и качественную инфраструктуру гостеприимства. На территориях, прилегающих к мемориальному комплексу, появятся следующие масштабные объекты. Культурная зона, зеленый парк, спортивно-ледовая зона, речной курорт, яхт-отель, гольф-клуб, зона конного спорта, концертные площадки, ночной город, курорт «Живая природа», семейный курорт с парком развлечений «Земля», бизнес-клуб, торговый центр. Участие в масштабном проекте, приуроченном к тысячелетию города над Бугом, прекрасная возможность выгодно инвестировать средства. Экономически выгодное географическое месторасположение Бреста на перекрестке дорог между севером и югом, западом и востоком создаёт реальные предпосылки для активизации и оживления инвестиционного климата предприятий. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и всегда рады новым надёжным партнёрам. Добро пожаловать в Брест! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова